Как так? Как вообще так получилось, Вика? Что с твоим... Да я не знаю, что с твоим мужем. Ну ты сама видела то, что он на меня набросился сразу с ножиком. Я вообще ничего сделать не мог. Я... Ну, Вика, мы с тобой вообще ничего не делали. Мы просто сидели дома. Я пришёл вообще к тебе домой, чтобы просто посочувствовать тебе. То, что тебя ограбили гопники. Ты бы мне сначала могла сказать, что у тебя муж есть, который может, кстати, вернуться с работы и потом подумать, что мы с тобой чики-буки делаем. Но нет! Я же про у меня девушка вообще-то есть. Не надо было... Ну вот именно, не надо было меня звать. И ничего бы он не спрыгнул. Ладно, всё, Вика, мы приехали. Точнее, притопали от твоего дома, пошли. Он где-то... Ты знаешь, какая у него палата? Не знаешь? Здравствуйте, мы... Мы пришли к Диме. Как... Какая фамилия? Мы пришли к Диме, который с окна упал на кондиционер. Потом с кондиционера я ему постелил батут. Он упал на землю и, наверное, себя сломал там кое-что. К Диме! Мы пошли, хорошо. Мы его просто проведаем. Это его родственники. Точнее, это его девушка или жена. Я даже не знаю. А я просто участковый. Я полицейский. Вот. Поэтому, Вика, давай зам... Похуин. Отчего это могут быть вообще таблетки? Хулинам. Ху... Представите, что нового класса... Препараты какие-то. Хулинам и похуин. Вика, вы знаете, отчего это препараты? Потому что я почему-то... Первый раз такое вижу. Вы когда придумаете названия для таблеток, хотя бы, пожалуйста, подумай, как они будут называться. Потому что, ну, почему-то у меня есть какие-то плохие ассоциации с названием этих препаратов. Но, как бы, ладно. Я не медик, поэтому не мне судить. Антибридин. Вот, краски, вам сначала нужно было принять антибридин, перед тем, как придумывать вот эти названия. А вдруг бы они вам в голову не пришли. Пошли, Вика. Лучший врач месяца. Господи, помилуй, если бы меня такой врач летил, да я бы уже давно бы кони сдвинул. Да ну нафиг, врач месяца. Тук-тук, к вам можно? А, извините, мы вам тут помешали. А, вы укол делаете? Идем отсюда, Вика. Так, 69-м, мне кажется... О, врач. Здравствуйте. Дима, 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 все там нормально. Здравствуйте. Как он там? Как он там, жив-здоров? Все, там сотрясения головы нет. Помнит, как его зовут? А то просто мадемуазель-то переживает Вика. И страшно то, что ее мужик шандарахнул, что там с пятого этажа. Все нормально, Димочка, мы скоро выпишем. Мы можем зайти? Я местный полицейский, это его жена. Вы не против, если мы просто зайдем с ним, поздороваемся хотя бы? То как бы, можно сказать то, что он немножко из-за меня даже шандарахнулся. Вика, давайте, забегайте. Дима! Здорово, мужик! Че, как? Полетал с пятого этажа. Видите, конечно, я понимаю, что это не смешно, но немножко все же смешно. Дима, я тебе там постелил батут. Почему ты мимо батута прыгнул на 10 сантиметров? Конечно, так себе все ноги переломал. На батут же нужно было прыгать. Зачем же я его просто так постелил? Как ты, Дима, рассказывай? Я вижу то, что тебе здесь хорошо, всякие бутылочки, да? Ну, здесь, наверное, аспирин или анцетамин, или вот хули нам, похуи. Ну, вот эти названия препаратов, которые там они рекламируют. Я вроде нормально уже. Дима, я сразу тебе хочу сказать и сразу признаться во всем. Что ты изначально подумал, это все ложь. Не я, не Вика. Короче, мы с ней не дудосились, вот. Понимаешь? Нет. Короче, мы с ней не закручивали шишки в пышки. Понимаешь? Не шпилевилькались мы с ней, не шпилевилькались. Поэтому тебе нет смысла ревновать. Понимаешь, Димон? Да смысл я, да ты взрослый мужик. Мы змея не душили с ней. Понимаешь? Мы с ней кролика в пещеру не загоняли. Понимаешь? Мы с ней не... Куч-куч-бекались. Понимаешь? Мы не делали с ней ничего. Как взрослыми делами мы с ней не занимались. Да пойми ты уже, наконец-то, никто тебе не изменял, Дуримонда Петровна. Никто тебе не изменял прямым текстом. Врач, ну скажите ему прямым текстом. Ну как бы, я просто не хочу. Сексом-пексом мы с ней не занимались. Извините, конечно, за такое выражение, врач. Я понимаю, что у вас здесь не принято. Хотя, почему не принято? Литературные слова. Никто тебе не изменял, я полицейский. Твою женушку ограбили. Я просто пришел к ней в гости навестить. Она изрыдалась вся из-за тебя, дебила. Потому что ты подумал, что она... Удрюкается с... Потому что ты подумал, что она изменила тебя с первым же прохожим. Я полицейский. Глупенький ты наш ВДВшник, который почему-то решил прыгнуть с пятого этажа. И не знал, что у него на балконе ремонт делается. Вика, это, наверное, ваша проблема. Вам нужно было сказать. Ладно, Димасик, ты здесь лежи, ты здесь выздоравливай. Время уже вышло, да, наверное, посещение. Поэтому мы с Викой пойдем. А тебе всего здесь хорошего, Дима. Давай, лечись, крепись, яйца в руки, будь мужиком. Не плакать и не бухать. Я вижу то, что это твое любимое дело. Поэтому пациенту надо отдыхать. Врач, следите, пожалуйста, за пациентом. Чтобы всем всем было хорошо. Не позвольте, пожалуйста, чтобы он опять через окно выпрыгнул. Потому что, как я уже понял, пациент любит в окна выходить. И объясните ему, что такое дручки-моталки. Потому что сколько ему лет? Там уже под сорок лет, он до сих пор не знает, что это такое. Все. Пока, пока, Димас, пока. Вика, все с ним хорошо. Пошли. А вы переживали, вы переживали то, что с ним будет все плохо. Спасибо большое, спасибо большое. Похуин, похуин помогает вот этому Димасу. Все с ним нормально. Вика, я понимаю. Вам сложно. Вам сейчас очень сложно на душе. Но что поделать, Вика. Такова жизнь. Муж у вас, конечно, немножко... Ну, все пройдет, все пройдет. Мне кажется, его здесь должны вылечить. Поэтому все нормально. Это реально сумасшедший просто какой-то дом Вика. Я вас действительно понимаю. Если бы мой любимый человек спрыгнул с пятого этажа, я не знаю, что я бы сделал. Я, понятно, бы испереживался бы полностью. Ну, не нужно плакать, пожалуйста, Вика. Я не могу терпеть, когда кто-то возле меня плачет. Понимаете? Потому что когда кто-то возле меня плачет, я тоже начинаю плакать. Я вообще очень чувствительный молодой человек. Не нужно... Вика, пожалуйста, не даю я реально рыдать сейчас начну. Вика, успокойтесь, пожалуйста. Да выживите вы. Выживите, все с ним будет хорошо. Все с вами будет хорошо. Вика, пожалуйста, терпите. Все будет хорошо. Я для этого и служу этому городу, чтобы спасать всех. Если хотя бы один человек благодаря мне сможет жить счастливо в этом городе, значит, я не зря проживаю свою жизнь. Пожалуйста, Вика, я сейчас пойду вместе с вами. Мы пройдемся к вашему дому. Я вас отведу. Вы зайдете в свою квартиру и... 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 Чай выпейте. Или там... Вика... 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 И все будет хорошо. Все будет хорошо. Вика! Вика, вы не против, если я пойду за вот это здание по своим делам? Ну, буквально на 3-2 минутки. Ну, просто слишком много минералки выпил перед тем, как... Все, я быстренько. Я только... И все, я быстро. Все. Угу, 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 хорошо. Неизвестно, кто начинает захватывать города. Кого? Нам нужно разделиться. Ну, в принципе, сейчас... Ну, мой костюм всегда при мне, поэтому... Мать вашу! Подождите, Тони Стар... Ядрешки на кочер... Я... Я глаз сломал. Костюм с Алиэкспресса под... Ёхан... Ладно, давайте рассказывайте историю свою. Что? Нет времени объяснять, нужно разделиться. Вы скажите, куда мне идти? У меня тоже вот срочное дело. Нужно Кате дать костюм, чтобы она его перешила. Ты пойдешь на сервер, я на восток. Ладно, потом... Подожди, кто-то начинает захватывать города и срочно... Нам нужно срочно... Хорошо, 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 я тогда сразу же выезжаю. Давайте, удачи вам, Тони Старк, всем привет! Вика! Вик! Там срочное дело, мне нужно отправляться на работу по заданию. Мне босс позвонил, сказал, что там еще какое-то преступление происходит в соседнем городе, поэтому я сейчас быстренько туда где-то машину стараторию, потому что свою машину я забыл после вашего дома. Так, это закрыто. На мопеде я не поеду. Это вообще какая-то развалюха, мне кажется, она даже не доедет. А здесь просто кто-то замечательно припарковался. Так, а возможно в поликлинике есть... Опа! Опа! Я не хочу быть от... Вика, вы понимаете, у меня срочное задание, я вам жопу спас один раз, сейчас мне нужно спасать жопу всем остальным. Так. Хорошо. Здесь... Опа! Открыто! Да что ж ты-то будешь делать, что реально бензина нет? Так, Вика, пожалуйста, но я все понимаю, то что у вас... Опа, здесь бензин есть. Мне нужно... Мне позвонил босс, сказал то, что там что-то срочное, мне нужно сваливать отсюда. Да-да-да, ну-ну-ну-ну... Я вас спросил, Вика, пожалуйста... Сейчас, все-все-все-все... Я вас спросил, Вика, пожалуйста, не пролазча. Все, щечку поцеловал, пожалуйста, идите домой, выспите, все будет хорошо, муж вас выздоровеет, все. Я понимаю то, что вы сейчас не можете быть одной, вы тоже поймите, что я справляюсь на срочное задание, вам просто там не место, я не могу вас туда с собой взять. Поэтому, Вика, всего вам хорошего, я потопал. Я с вами хочу, не могу одна быть дома. Ну не плачьте, пожалуйста, уже там... А-а-а, надо садить в машину, садить в машину! Чего же я такой чувствительный-то человек? Вика, если что, если я вам скажу то, чтобы вы спрятались за какое-то здание, или за какое-то дерево, просто спрячьтесь, ничего не делайте. Нам предстоит долгий, длинный путь. Я надеюсь то, что там ничего серьезного нет, то, что вас может, в принципе, испугать. Если что, вы когда-то были в нашем соседнем городе, вот деревушка такая маленькая, мне босс сказал, чтобы я туда отправлялся. Вот сейчас мы туда и поедем. Я надеюсь, что там будет все спокойно. Хотя он сказал то, что там какое-то срочное задание, поэтому я даже не знаю, что там может быть. Ну, если вы там не были, значит, сейчас будете. Дорога длинная, вот как раз-таки это очень даже хорошо вам поможет отлечься от того, что у вас Димас немножко... Ну, чуть-чуть, как вы понимаете. Здесь у нас хорошие пейзажи, здесь у нас залив, здесь у нас горы, здесь у нас тоннели, которые почему-то без света их не осветили до этого момента. Темно, как в жопе у мамонта, как я постоянно это говорю, почему-то люди просто не могут купить себе какие-то фонари. А мэр этого города не может осветить все тоннели. Поэтому... Вика, мы уже в принципе подъехали, вот тут уже рядом. Стоп! 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 Вика, вы бегайте! Вика! что еще произошло почему здесь машины заброшены почему здесь у века века и к пожалуйста успокойтесь все хорошо да я я я сам не знаю что здесь стойте здесь стойте здесь стойте здесь не идите за мной кто кашляет кто пришел это ты посмотри на меня пожал сказал там находиться и уходите отсюда почему вы пришли задыхается скажи пожалуйста что здесь произошло меня вызвали сюда как на задании я только что приехал эдуард перед сержант местного отделения полиции скажите пожалуйста что здесь произошел спецназ какое подразделение вы спецназ 4 роты вроде 9 батальона нас только один спецназ городе сержант скажите хрипит что произошло скажите что произошло сейчас подождите база 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 вызовите пожалуйста отряд полиции вызовите спецназ и вызывайте пожалуйста несколько машин скорой помощи на мост который находится возле 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 деревни, которая возле нашего города База, база, прием Так кто пришел, ты мне можешь сказать, кто пришел Скажи мне, пожалуйста, кто Ай, ладно Хорошо Вика, пожалуйста, идите спрячьтесь Куда-то залезьте в машину Это не для ваших глаз, ведь так уже сегодня много чего увидели Димаса своего Кто это еще там такой Субтитры сделал DimaTorzok